дамы и господа мы вернулись мы в эфире мы здесь на дефай и nfc цифровой саммит 2021 год и сегодня мы говорим о дефай и о nfc и это вторая панельная дискуссия у нас очень яркие представители мы рады что они с нами потрясающий состав спикеров сегодня на этой панельной дискуссии друзья но прежде всего мне хотелось бы пригласить их на нашу виртуальную сцену и так с нами сегодня джереми рома алекс мельничук феликс могу и джоэл дайтс и сегодняшняя тема будет посвящена тому что является наиболее важными изменениями которые мы можем ожидать и которые мы увидим на следующем этапе развития блокчейна я хотел бы начать обратившись к джоэлу джоэл дайтс джоэл дайтс мы с тобой знакомы до люди многие с тобой не знакомы представьте пожалуйста в двух словах и каковы твои ожидания от этого рынка да я работал в MIT я работал над разными исследованиями архитектуры данных и эволюции системного дизайна затем я стал работать очень плотно в разработке эфириума затем основал metamask и dotcon zero и работал тоже по ряду других проектов сооснователем которых я стал и первая платформа например по токенизации активов это было уже несколько лет назад и также если говорить об ожиданиях я думаю что мы прямо сейчас находимся в такой переломной точке и и мы увидим новые технологии разработки если говорить об анбординге если говорить о реальных активах которые сейчас у нас используется в блокчейн и система управления блокчейн например то я думаю что мы с вами увидим новые разработки сейчас вообще уникальное время когда когда платформа появляется для создания nfc nfc по недвижимости и я думаю что сейчас этот рынок начинает набирать серьезные обороты спасибо джоэл дальше алекс вместе с нами алекс скажите пожалуйста а спасибо большое я уже выступал сегодня это джеремида спасибо большое за возможность и меня зовут феликс и основатель дэш next и принципе мы сейчас проводим все операции для дэша в азии партнерство маркетинг развитие а по сути мы хотим чтобы криптовалюта были везде чтобы было легко и удобно платить криптовалютами и сейчас мы видим что очень много всего происходит в децентрализованных финансах и мы в дэш считаем что это очень хорошие наработки работаем с разными командами и моя точка зрения такая что дефай и изменил уже очень много в блокчейне мы видим что много продуктов появились начиная с 2017 года когда все это еще казалось мечтами сейчас это абсолютно реально все это происходит и честно говоря трудно поспевать за всем делать какие-то прогнозы по дефай потому что потому что в следующий месяц кто знает что произойдет какие новые будут проекты очень много всего сейчас происходит и особенно первый шаг заключается в том чтобы работать с финансовыми продуктами и чтобы делать их децентрализованными и это происходит с огромной скоростью прямо сейчас поэтому я рад быть здесь и поговорить с вами об этом феликс спасибо большое джереми теперь ваша очередь потрясающе здорово быть с вами здесь друзья феликс и джоэл со первопроходцами этой индустрии этой территории большое спасибо за все что вы делаете для того чтобы заложить вот этот настоящий фундамент и нас бы сегодня здесь не было если бы не было таких платформ как metamask ребята вы реально все изменили к лучшему и вы как дэш например тоже такие пионеры первопроходцы поэтому если говорить о себе то я раньше занимался традиционным бизнесом я занимался проектами peer-to-peer на протяжении 20 лет последних и сейчас очень вдохновлен тем какие возможности открывается в мире я думаю что сейчас мы видим такой момент перехода пробрасывания мостика когда лидеры и новаторы начинают сегодня работать с списами по технологии с первоклассными разработчиками таким образом решаете насущные проблемы которые сегодня есть в нашем мире как я уже сегодня говорил когда мы с алексом общались еще так что без открытости остается только контроль манипуляции мы с вами видели так много систем в нашем мире сегодня которые которые людей лишают какой-то свободы доступа каким-то вещам поэтому я говорю ты настоящий такой ты как ты ведешь себя когда тебя никто не видит а в блокчейне твой истинный характер это как ты себя ведешь когда все тебя видят и соответственно говоря бизнесе о лидерстве будь то социальные экономические аспекты мы конечно здесь сейчас очень вдохновлены тем будущем которое раскрывается прямо перед нашими глазами алекс пожалуйста спасибо огромное еще раз за приглашение сергей для меня большая честь мне очень приятно быть здесь на этой конференции что хочется сказать что на ребята во время вот работы с мы мы да и за launchpad также есть небольшая девелоперская компания это проекты которыми мы занимаемся сейчас в дефай пространстве когда дело касается вопрос о будущем вообще интересный вопрос а чего мы можем ожидать и можно сказать вещи типа огромные изменения какой-то переход потому что появляются серьезные конкуренты например в эфириум сейчас все пытаются отъесть свою долю рынка и солана кардано появляются и и и и другие очень интересные проекты поэтому есть на что посмотреть ребята вы знаете что в 2016 году когда появляется эфириум никто никто даже те которые были там королями рынка оси не ожидали что этот рынок а переживет взрывной рост и затем падение и затем все стали бегать вокруг быть биткойна но сейчас когда мы смотрим на это ощущение такое что сейчас история децентрализованных проектов и все это все это занимает свое место но я вижу что очень много ланчпадов очень много таких вот платформ а и блокчейна появляется ощущение такое что этот рынок не растет он просто экспоненциально взрывается как вы думаете что здесь происходит у этого есть будущее или опять же это то что мы уже видели так прошли этапа seo и затем пройдем и этот этап мне хочется послушать джереми потому что он готов к тому чтобы это все нам объяснить видимо я думаю что нам нужно постоянно об этом думать что ведь часть вот этой всей энергии которая появилась вокруг движения по децентрализации заключается в том что мы не управляем тем какой будет эта система в будущем мы мы просто вот смотрим за ее эволюция развитием и она сейчас начинает жить своей жизнью и что касается меня то это это очень интересный момент вот такая органическая эволюция когда мы не знаем чем это станет даже в ближайшем будущем поэтому есть определенные конечно огромные изменения которые сейчас происходит в общей экосистеме но я думаю что когда-то мы увидим это место где больше и больше появится людей знающих уровень транспарентности будет постоянно повышается и мы с вами увидим очень серьезные проекты в меньшей степени это будут какие-то нишевые проекты в большей степени это будет очень такая серьезная технология я думаю что будет меньше истории таких вот когда люди стали богатыми сразу за один день и затем увидим проникновение технологии в обычную нашу жизнь новые маркетспейсы новые платформы которые пришли сюда надолго это огромные изменения в этом плане я думаю что мы с вами увидим кто реально так сказать пришел всерьез и надолго в это место я думаю меньше здесь будет про количество больше про качество этих платформ и мы с вами увидим на мой взгляд реальное движение проектов сейчас мы видим такой базис такой прочный фундамент этих платформ мы увидим серьезную эволюцию проектов на этих платформах и сейчас уже все небоскребы были построены образ образно говоря сейчас время 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 обживаться в этих офисах и джо я внимательно смотрел за вашей презентацией сейчас вы проделали огромное исследование рынка и того что происходит скажите нам пожалуйста а что будет следующим большим шагом что мы увидим в этой отрасли вы знаете я видел очень много институциональных и дефай проектов которые мы и вели в последние пару лет если мы посмотрим на сферу развлечения когда вы можете посмотреть на потоки доходов которые связаны с разными интересными проектами которые здесь происходит вопрос лицензирования затем вы накладываете на это финансовые инструменты будь то деривативные рынки или что-то подобное то вы начинаете видеть как многие игроки сектора соответственно начинают занимать свою долю и я думаю что будет огромное количество богатства которое будет создано по мере того как будут появляться новые инструменты и институционалы придут в это пространство со своими капиталами со своими интересами спасибо а феликс а у меня такое ощущение что сейчас абсолютно все бегут за деньгами но при этом никто никто не занимается цифровыми деньгами сейчас люди смотрят так это новый рынок цифровой нет 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 дай нам дай нам что-нибудь за один клик нажать один клик чтобы чтобы нам заработать деньги и так далее а что скажете на эту тему куда мы движемся в этом плане это это зависит от того где вы находитесь когда дело касается конечно платежей и денег если вы здесь в азии например где мы находимся то вы платите qr-кодами куда не пойдешь в азии везде qr-коды в европе особенно в германии используешь наличные до сих пор но в крайнем случае и кредитки поэтому это зависит от места но сейчас я вижу больше интегрированных решений не только на стороне потребителя но и на стороне сервисов платежных поэтому мы видим больше и больше ps system где в общем то все интегрировано сейчас это вопрос только одного клика хотите вы там принять платеж или нет платеж с помощью даш или платеж с карточкой по визе и так далее все это становится более интегрировано поэтому еще один момент конечно это пользователи сами если говорить о крипто пользователях там стыд стыд знаете как вы хотите потратить эти эти ваши крипто активы но я думаю что это должно меняться и и все зарабатывать крипты конечно нужно и тратить ее поэтому это это хорошая тенденция которые сейчас вижу в этом пространстве это выходя за рамки финансовых продуктов и и всего того хантинга который сейчас происходит и сейчас я думаю что все больше людей начинают это понимать и особенно на тех рынках где сейчас нет особой такой доходности говоря о традиционных финансовых продуктах люди уходят с этих марков приходят к крипту пытаются здесь найти свое место и мы об этом говорили уже с вами сегодня что это можно делать в легкую есть более сложные сложные программы ложечные доходность доходность от фарминга и так далее алекс уверен что у вас есть что добавить к этой теме потому что все люди на мой взгляд сейчас пытаются найти вот эти вот уникальные изменения но их так много что что в конечном итоге тебе нужно выбирать одну или две площадки да чтобы просто зайти даже на эту территорию потом как-то там окопаться прежде всего я хочу не согласиться с феликсом поскольку по поводу траты крипто криптоактивов и когда дело касается больших фундаментальных изменений то то мы говорим в принципе о о корпорациях мы говорим о каких-то базовых протоколах например там где эрстен янки microsoft могут прийти вы можете представить себе даже отдаленно что крипто эфир и microsoft вы можете эти слова вместе поставить и представить себе такую в одном предложении например да могли в семнадцатом году представить себе что что эти слова будут как-то сочетаться это первое второе мы видим что что люди все больше и больше уверенно себя чувствуют в пране того чтобы использовать какие-то внешние например большие такие тяжелые блокчейны с серьезным вычислением мы видим какие-то проекты с оракал совместные поэтому андрей кранья известный специалист по финансированию он также говорит ого это очень и очень мощная тенденция хорошо джоэл а мне хотелось бы сейчас следующий свой вопрос адресовать вам вы я знаю что вы из из корпоративного мира я я тоже пришел в крипто мир работа немножко на стороне предприятий компании в том числе microsoft мне хочется понять вот эти корпораты эти крупные корпорации которые действительно создают какие-то приложения для всей этой индустрии мы говорим об apple оба microsoft about hewlett-packard и ibm в том числе они активны в этой отрасли и мы сейчас для них может быть не так интересны а каковы их перспективы какие у них виды на этот рынок и и как правило в чем будет их интерес в плане того чтобы приходить на этот рынок я думаю что ведь их интерес тоже для нас очень важен но если говорить о корпоратах то они тоже проявляли какие-то интересы к частному блокчейну в качестве ранних последователей мы видели такие попытки мы видели попытки создания каких-то консорций была и оригинальная идея блокчейн и корпорации исследовали для себя эту возможность плане ведения бизнеса поэтому были какие-то проекты которые создавались а потом эти проекты умерли но на каком-то уровне корпорации всегда стремятся к зарабатывание денег поэтому вот все что хорошо для прибыли они готовы пойти на все поэтому я уже говорил об индустрии развлечений когда мы видим что сейчас очень много из этого из этой сферы приходится на nfc затем и одна тема это автоматизация активов затем и конечно они хотят сохранить свою конкурентоспособность в этом новом мире поэтому принципе выбор у них особо не остается поэтому они думают только о прибыли и не хотят эту прибыль обеспечить и в будущем и здесь некоторые корпорации попытаются строить свой блокчейн уже такой кооптивный блокчейн поэтому я думаю что они могут пойти и в эту сторону как бы добавить блокчейн к существующей экосистеме давайте немножко поговорим о реальном мире сегодня у и такое ощущение что рынки defy сегодня переживают ту же самую историю или те же самые модели показывают и и где происходит цифровизация токенизации и затем они выходят на новые рынки где нет посредников но тем не менее где здесь код является единственной управляющей структурой как вы думаете это надежная модель вообще для человечества и таким ли таким ли должен быть какой-то какой-то орган который регулирует наши все отношения будет ли код новым судьей новым административным органом который будет регулировать все отношения между людьми так джо пожалуйста вам вот это маски эфириум я думаю что вот этот вопрос вопросом вы задаетесь время от времени я думаю что всегда здесь какие-то компромиссы между скоростью разработки и безопасностью это разработки поэтому я думаю что если говорить в целом то я за то чтобы двигаться быстро прошибать какие-то стены барьерами тестировать какие-то новые разработки но здесь надо посмотреть конечно на системную динамику на то что происходит и конечно в мире блокчейна есть такие циклы хайпов помните дау стали появляться и затем новые какие-то модели поэтому мы видим перестройку бизнес моделей определенно это будет происходить и и затем сотни смарт-контрактов стали появляться и и соответственно стала возникать какая-то деловая репутация поэтому я думаю что есть много возможностей для тех людей которые хотели бы сейчас обеспечить безопасность разработок самого начала но опять же open source открытый код и я думаю что я думаю что это будет безопасность будет значимой частью разработки самого начала этого цикла Джереми расскажи пожалуйста и и вы были в Украине очень много разработок и классно все происходит в этой стране кстати да именно Акин познакомил нас с Алексом это было в прошлом году и вот там мы познакомились это было очень круто мы друг другу рассказали кто нам нужен и он говорит я знаю точно того кто тебе нужен это было очень здорово да я действительно считаю что мы с вами увидим не только это или это но я думаю что мы сейчас увидим определенные гибридные системы нам нужно быть честными дело в том что не думаю что миссия децентрализованной экономики заключается в том ну как бы это сказать это такой хиппи мир мир хиппи где обычные люди принимают такие крупные масштабные решения нет здесь есть определенная причина по которой обычный человек не принимает масштабные судьбоносные решения и здесь должны быть базовые группы лидеров и какие-то научные учреждения группы лидеров которые внедряют инновации принимают такие серьезные решения я действительно уверен в том что это вопрос открытости которые сводят вот эти разные миры воедино и дело не в том что массы будут контролировать тот или иной проект но что у масс будет открытый взгляд на этой ситуации я думаю что массы готовы доверять коду когда будет полная транспарентность и транспарентность в отношении команд которые стоят за этим кодом мне нравится то мне нравится потенциал DeFi в этом мире потому что мы видели недостаток открытости в традиционных наших финансах и именно корпорации очень часто они себе оставляют львиную долю окрошки бросают людям поэтому в принципе да вот сберегательные счеты и там 1% в год доходности поэтому поэтому новые разработки я только приветствую и сейчас мы можем взять любую экосистему у которой есть какая-то прибыль и соответственно передать определенную долю вознаграждения прибыли сообщества я думаю что это очень классно я думаю что в этом и есть будущее я думаю что не только финансовые экосистемы но любые экосистемы которые создают прибыль если там есть поддержка сообщества и децентрализованная структура и эта прибыль например поступает вот сейчас мы работаем над проектом где у нас есть такой децентрализованный ап-стор магазин приложений это будет у нас на ланчпэде 30% того что получает Apple или Google например в своих ап-сторах сейчас концепция когда ты создаешь децентрализованную операционную систему и магазин приложений на блокчейне и затем пользователи участвуют во всем этом активно в этой 30% доходности это очень классно там есть очень много сценариев как это можно выстроить например с помощью цифровых маркетплейсов и каждый раз когда у вас возникает экосистема когда вы предлагаете открытость для вашего сообщества тогда есть такая нацелена вы понимаете для чего работает это сообщество вы его член на что вы нацелены какую цель вы преследуете поэтому это уже не 1% доходности в год конечно поэтому я думаю что это совершенно новый прорывной прорывная тенденция в корпоративном мире тут вот что хорошего что сейчас корпоративный мир приходит к пониманию что вот эта транспарентность и децентрализация они могут просто их снести и они боятся поначалу что они потеряют себя что они потеряют свои доходы или что-то там еще дело в том что они наоборот могут свою энергию сфокусировать на рынке сейчас и внедрять децентрализацию в свои процессы я не думаю что самые крупные корпорации станут там децентрализованными но они могут внедрять определенные элементы децентрализации там что касается людей это будет очень круто знаете что я думаю в отношении этого года предыдущего года и вообще децентрализации мы видим что децентрализация это удел умных людей никто не знает как это работать никто поверьте мне но абсолютно все говорят об этом как вы думаете децентрализация это ключик к коммуникации к нашим построению отношений или это напротив определенная централизация мы мы пытаемся переключиться на другое место на другое пространство Фелик что скажете отличный вопрос Джереми только что сейчас об этом сказал очень здорово я думаю что все сводится к продуктам и к людям я хотел бы объяснить свою позицию по людям потому что когда мы говорим об автономных системах мы говорим о том что все децентрализуется и где то вот такая магическая интернет машинка которая называется эфириум или как-нибудь еще другой какой-то блокчейн который волшебным образом все это делает это совсем не так есть много людей которые работают там если мы посмотрим даже на на DeFi протоколы то видим что очень много работы нужно делать и эта работа непрерывная очень часто и например максимизация прибыли по этим по этим проектам это не просто машинка которая сама каким-то образом максимизирует доходность для всех пользователей но это живой организм и людям нужно там что-то менять входные и выходные параметры и соответственно работы очень много поэтому поэтому это касается не только технологии но и каждого аспекта бизнеса которым вы управляетесь не только нужен хороший продукт но и хорошая его реализация внедрение и операционная работа по поддержке продукта чтобы людям все это нравилось и это тоже не является просто результатом технологии сейчас очень большой информационный шум в мире и маркетинг это тоже очень важно для вашего продукта поэтому поэтому недостаточно заниматься только децентрализацией но нужны конкретные продукты конкретные компании и потоки создания ценностей и модели разделения прибыли я думаю что сейчас это то что очень важно для многих людей нужны бизнес-модели которые будут более здравыми дружественными потому что они будут побуждать людей включаться в этих бизнес-моделей на Uniswap например вы можете получать какие-то комиссии и это очень круто вот такие продукты нам нужны и больше таких хороших продуктов определенно алекс что скажете такое ощущение что сообщество децентрализация и попытка создать что-то новое но честно говоря не так много людей сейчас создают что-то очень ценное на этой земле и вы как специалист как разработчик понимаете что этот новый мир индустрия блокчейн который сейчас она создается создается руками разработчиков и с моей точки зрения здесь здесь именно это вот почему нам нужно больше это должно быть это должно делаться сообществом или это должно создаваться сообществом или узкими специалистами которые обладают такими знаниями я думаю что это совместная работа и и когда разработчик вслепую что-то делает без оглядки на сообщество на клиентов да он может сделать что-то очень крутое с технической точки зрения но иногда это крутая вещь которая реально никому не нужна правильно ты что-то сделал но это никому не нужно и соответственно здесь вот эта мысль о том что хиппи хиппи соединяются вместе о чем джереми говорил да вот в этом и суть это о том чтобы быть вместе обмениваться идеями мы же покупаемся на какие-то идеи ведь любой программист может php сайт создать если он хочет этого но вы делаете какую-то конкретную штуку потому что вы верите в нее в ее будущее и если мы верим в открытость транспарентности в наших отношениях в наших сообществах и это все для нас очень важно то мы говорим себе эй через через пять лет у банков не будет другого выбора кроме как адаптироваться к этому уровню открытости это будет конкурентным преимуществом возможно вот такой мир мы хотели бы создать и мы стремимся сделать его именно таким именно так друзья у нас осталось буквально семь или восемь минут и мне хотелось бы сейчас послушать вас что вы хотите сказать нашему сообществу может быть вы хотели бы обратиться к нашим слушателям так много людей сейчас смотрят нас и вы лидеры мнений и сейчас мы хотели бы услышать ваше мнение Джереми давайте начнем с вас да конечно я думаю что на нас лежит ответственность те из нас кто верит в блокчейн мы ответственны за мир который нас окружает мы должны объяснять продвигать и участвовать в процессах поэтому лично я всем участникам хочу сказать друзья поздравляю вас большое спасибо вам за то что вы с нами сегодня потому что благодаря таким людям благодаря такому сообществу и благодаря тому что так много разных голосов звучит разные точки зрения представлены здесь у нас мы растем и мы развиваемся я думаю что мы все согласимся в том что мы сейчас находимся в стадии зарождения этой отрасли мы делаем первые шаги в этой эволюции децентрализации и было сказано что мы таком поворотном моменте истории это то что мы с вами видим и увидим в нашем ближайшем будущем все это благодаря людям благодаря тем кто нас окружает благодаря включенности всех в этот блокчейн поэтому я хочу сказать большое спасибо за ваше участие каждому слушателю у нас очень много работы впереди и это будет очень интересно когда мы с вами сможем увидеть цифровые валюты блокчейн которые займут свое место в этом мире по праву потому что в конечном итоге мы не просто хотим чтобы проводить какой-то огромный эксперимент в конечном итоге мы хотим да может быть такие эксперименты которые приведут к реальным ощутимым результатом по улучшению нашего мира по улучшению правительства социальной сферы финансовых систем и нашей экономики поэтому я думаю что мы идем именно к этому мы хотим создать отличный опыт для новой реальности и это будет следующим шагом цифровой валюты спасибо Джоэл пожалуйста ваше обращение к нашему сообществу Джереми сейчас очень хорошо об этом рассказал что это глобальное сообщество которое создается прямо сейчас и оно создается для мира и я думаю что пока много проблем которые не были решены в нашем мире когда я говорил об этом и и в этом предназначении проекта ArtWallet например мы хотим чтобы у людей был более широкий доступ к вещам предметам контенту в том числе чтобы чтобы это было свободно чтобы это было доступно и мы хотим чтобы люди приходили в какие-то направления чтобы больше проектов создавалось и расширялось и для того чтобы люди находили себя в этом новом мире все больше и больше насколько нужно разработчики конечно нужна мужчины которые будут процент эту экономику чтобы мы все делали это вместе это не просто я это мы хотим что мы равноправным участниками этого процесса большое спасибо всем друзьям всем спикером и всем участникам спасибо большое феликс я никогда не видел кого-то кто работает в блокчейне кто жаловался бы на свою работу я думаю что это уже большой плюс мы очень любим то что мы делаем никто не спит все бодрствуют никто не смотрит какой-то другой подкаст никто сейчас не бежит по беговой дорожке но все с нами это круто это люди которые хотят большего делать больше знать больше раскрывать больше для себя поэтому поэтому не будем бояться будем идти вперед и нужно только пару youtube видео для того чтобы посмотреть теорию и затем вы можете уже начинать работать и давайте не будем терять свою страсть и будем будем становиться пользователями инвесторами разработчиками теми кто так или иначе работать в новом блокчейн мире я понимаю что иногда в мире бывают очень тяжелые моменты тяжелые времена но тем не менее на это уходит время на это уходит время и всем большое спасибо алекс большое спасибо и может быть вы хотели бы что-то добавить да я думаю что крипто сообщества прямо сейчас выходит уже в мейнстрим в общее информационное поле мы сейчас видим как открываются как бы новые континенты мы видим сейчас что что огромные инициативы реализуются мы с вами открыто говорим о крутейших проектах которые реализуются прямо сейчас мы говорим ага об огромном сообществе это просто потрясающе и мне хочется сказать слова в поддержку этого движения и в поддержку нашего энтузиазма алекс большое спасибо вы прямо вот в нужном месте лично я создаю этот централизованный мир медиа децентрализованное телевидение и мы очень рады что мы можем общаться с такими потрясающими людьми и мы очень счастливы что вы с нами большое спасибо друзья за ваше время за вашу энергию за вашу страсть за ваши знания за готовность делиться с нашим сообществом а нам нужно перейти к следующему спикеру который уже с нами на этом всем большое спасибо и увидимся и мы продолжаем большое спасибо сергей global star club возможности безграничные